Всем привет и так что интересного на доме 2 и за периметром. Бахарева ездила за периметр по делам, забрала посылочку, сходила в солярий. Говорит, на поляну даже возвращаться неохота. Многие спрашивают девушку, как она относится к тому, что Дима красит ноготки на руках. Говорит, ему это нравится. Мы же красим, и он тоже имеет полное право это делать. Я не собираюсь этому препятствовать. Как человек он при этом не меняется. Пусть хоть на ушах стоит. Кристина переживает из-за того, что поправилась. Говорит, посмотрела на себя со стороны, у меня такая опухшая харя. Я поправилась, потолстела, спрашивает она подписчиков. Многие зрители заметили, что Бахарева и Бухенбалте очень похожи друг на друга. Вика один в один повторяет поведение Кристины. Пусть будет так, говорит Вика, я не против. Никита рассказал, что к Захаровой пришел еще один новый парень, который, как ни странно, ей понравился. И он сообщил по секрету, что они даже уже заселились. Алена и Никита разъедутся на Новый год. Алена поедет к бабушке, которая все еще болеет, а Никита к родителям и друзьям. Максим и Аня встретят праздник с родителями в Уфе. Свадьбу, по словам девушки, они пока не планируют. Также ребята встретятся в Уфе с Кристиной Алисковец и Глебом Малмыкиным. Они все еще дружат. Воссоединившиеся пингвиновые чайков проведут праздники в Гомеле у родителей Димы. Правда, ребята поздно спохватились, билетов на самолет уже не осталось. Так что планы под угрозой. Судя по истории с Ирой, Дима постоянно с малышкой укладывает ее, кормит, играет радостно за крошку. Давид Манукян снимает новый крутой клип, в котором примет участие его любимый друг Филипп Киркоров. Это будет пушка-клип. Марго Овсянникова озвучила срок своей беременности. Удивительно, но ей удалось скрывать интересное положение до шестого месяца. Она ответила на вопрос, кто же отец ребенка. Он, говорит, не публичная личность. К сожалению, я не могу вам его показать, хоть и очень люблю. Пол ребенка она давно знает, но оставит эту информацию в секрете. Второго сезона передачи «Кухня с Ольгой Бузовой» не будет. Руководство ТНТ закрывает ее из-за низких рейтингов. Бузова не оправдала надежды ожиданий. Бородина с размахом отметила шестилетие дочери. Вечеринка прошла в стиле тик-ток в ресторане Бородиной Тейка Бум. Именинница была в пышном платье черного цвета, в массивных ботинках, на голове объемные кудри и две косы. Теона выбрала более повседневный наряд с юбкой и майкой. А Ксюша нарядилась в ярко-розовое платье с цветочным принтом, дополненное огромным бантом. Отца Теоны Курбана Амарова на празднике не было. Если захочет, он сможет устроить свою вечеринку для дочки. А вот народ удивляется, как скачет в танце Наташа Варвина. Кто-то пишет, это массовик-затейник, Варвина уже старая для таких скачек. Но нет, это Наталья. Она выглядит отлично, бодра, активно и очень сильно похудела. Лена Бушина, несмотря на переломанную в трех местах ногу, исправно посещает все вечеринки. С таким переломом она даже умудрялась танцевать. Пынь зареактивно флиртовал с дамами, пока не видела жена. А какой шикарный торт заказала мама Ксюша. Детки были в восторге. Для детей и подростков пела Клава Кока, а издалека Кокбузова. Не будет свадьбы и у бывших участников Стрелковой и Кобелевой. Ребята подумают об этом, когда родится Марк Федорович. Приходить на проект ребята категорически отказались. Нам несколько раз звонили из Дома-2, рассказывает Анита. Но мы нашли друг друга и больше ничего нам не нужно. Достойная позиция. Райсон и Шабарин решили круто поменять свою жизнь. Жизнь одна, пишет Розалия. Нужно проживать ее так, как хочется, а не так, как навязывают. Не теряйте нас. Судя по всему, ребята надолго едут в теплые края. В теплые края собираются также Марина Африкантова и Роман Капаклы. Марина, по словам Ромы, все еще не оправилась после того самого вируса. Мама Романа все еще гостит у ребят. Рома сводил матушку к мастеру, сделали ей красивую стрижку. Также женщина впервые в жизни побывала в кинотеатре. Продолжаем наблюдать ситуация в семье Юлии Тиграна. Всей большой, недружной семьей они съездили на новогоднее представление. Юля входит в роль сильной женщины. Собирается пойти в автошколу, получить права. Интересно, хватит ли ей сил на троих детей. Многие считают, что конфликт был постановочным. У блогеров свои причуды. Набрали подписчиков, бабки срубили и пошли вместе в цирк. Чудеса. На этом все. Подписывайтесь, будем сплетничать.